Подобрались к теме монетизации личного бренда. Я думаю, что ради этой темы многие из вас и пришли на сегодняшний вебинар, потому что основной запрос, почему вы хотели бы заниматься повышением своей узнаваемости, своей публичности, прокачивать свой личный бренд и так далее, все-таки всем называют фактор, что хотелось бы чуть больше зарабатывать. И я хотел бы поднять тему в целом монетизации, потому что эту тему ее всегда ставят где-то рядом с понятием личного бренда. Чем круче и значимее твой личный бренд, тем больше денег вы зарабатываете. И это, как правило, правда. Но почему-то, когда мы говорим о медицине, мы как будто боимся называть вещи своими именами. То есть врачи тут, а деньги типа тут. Типа мы не вместе, мы ничего не продаем, мы только лечим. Деньги, ну что вы. Я хочу верить, что те люди, которые прошли такой вот очень длинный и непростой путь к получению диплома врача, уже как бы доказали, да, что у них достаточно ценности и благородства, чтобы носить звание доктора. Что они в профессии не из-за денег. Вот потому что в мире большое количество других профессий, где деньги достаются гораздо проще, гораздо быстрее и в большем количестве. Мое личное мнение, врачи должны зарабатывать хорошо, как и во всем мире, да, потому что профессия доктора одна из наиболее ценных и полезных. И когда врач там не переживает за финансы, там у него закрыты все его базовые потребности, его ничего не отвлекает от работы. Очень важно, что у него есть деньги там на покупку качественного оборудования, качественных инструментов для работы, да, хороших материалов, да. У него есть возможность там посещать учебные программы по всему миру, там брать опыт от других коллег и так далее. То есть от того, что у врача есть деньги, ну, выигрывают в первую очередь пациенты, вот потому что они получают более качественное лечение. Потому что есть обучение, которое стоит там сотни тысяч рублей, там оборудование, которое стоит миллионы. Вот как вы думаете, врач, который там может себе это позволить, да, он же имеет больше возможностей там для развития своих навыков и для оказания более качественной медицинской помощи своим пациентам. Потому что там, где есть деньги, там всегда есть развитие. Вот. И, ну, не стоит, наверное, забывать, что медицина за деньги, как бы, это бизнес, да. И когда вы там говорите, что вы не продаете свои услуги и ничего не изучаете по теме продаж, на самом деле в этот момент ваши консультации выглядят, как на базаре. Потому что мы каждый день что-то продаем, да. И это не всегда, когда нам касается денег, там мы продаем себя на собеседовании, на работу. Это же тоже правильная презентация себя, чтобы... Я не говорю рассказывать то, чего нет, да. Я говорю просто правильно там взять опыт своей жизни, свою экспертность и рассказать об этом. Потому что мы не умеем рассказывать об этом правильно. Мы можем быть крутыми специалистами, но если мы не можем это показать, ну, не можем рассказать об этом, никто об этом, ну, не узнает. Вот в чем проблема. Мы продаем себя, там, не знаю, например, девушке, которой она понравилась, да. То есть это же тоже коммуникация. Это, по сути, уже продажа. Мы продаем себя в коллективе, да. Это все, все продажи в разной степени, да. И продажа, продажа – это не про впаривание, да. Это когда вы можете грамотно рассказать, грамотно презентовать себя, свои услуги. А когда вы, ну, не совсем владеете, да, вот этими всеми навыками продаж, назовем так, как бы это грубо ни звучало, на самом деле вы приобщаетесь просто там в торгаша на рынке, да, где в вашем понимании продажа – это лишь, скажем так, переговоры о стоимости. Я думаю, что мы разобрались, что тема монетизации важна. То есть не стоит там как-то бояться, что мы говорим про деньги в медицине, потому что хорошая, качественная медицина, она не может быть без денег. Потому что себестоимость лечения, она стоит сумасшедших денег. Если мы говорим про качественное лечение. И это я, ну, еще не учитываю, даже не оцифровываю компетенцию врача. Это просто, ну, если взять там себестоимость расходных материалов, да, а если мы возьмем еще компетенцию врача, то тот путь, который он проходит, те обучения, которые он проходит, то время, которое он тратит в своей жизни на то, чтобы, в принципе, носить звание доктора, это же, ну, это же никакими деньгами, ну, это невозможно измерить. Потому что мы тратим время в своей жизни, которое, ну, в разы дороже любых денег, вы же понимаете. Вот, поэтому не стоит как-то, ну, бояться темы денег в принципе. То есть там, где деньги, там, ну, как бы качество. То есть дешевой стоматологии, ну, ее просто не бывает. Каким бы классом вы врачом не были, но если вы будете работать плохими дешевыми материалами, понятно, что, ну, как бы вы со своей стороны вы можете сделать все максимально хорошо и качественно, но есть фактор еще и материала, да, на который вы не можете повлиять. То есть вы можете на него повлиять только тем, если возьмете, как бы, хороший материал. Там, если вы работаете на микроскопе, понятно, что вы видите намного больше, да. Соответственно, это существенно повышает качество вашего лечения. Вот, поэтому, в мое понимание, это абсолютно нормально говорить про, ну, про то, что качественная стоматология, это дорогая стоматология. Я сейчас не хочу там обсуждать все эти, скажем так, моменты, когда просто придумывают стоимость из потолка, а если мы говорим, ну, про нормальную медицину, с высокой себестоимостью, чтобы повысить, как бы, само качество лечения. Поэтому, я думаю, что разобрались, да, что тема стоматизации важна. И личный бренд, он позволяет вам работать в этом плане более эффективно. Это дает вам ресурс еще на более стремительное развитие, да, чтобы давать еще более качественное лечение для ваших пациентов. Инструменты для монетизации, на самом деле, личного бренда, их очень много.